Всем добрый день! И я решила сегодня рассказать вам о палетке Absolute Bright от Catrice. О вот такой вот палетке. Я о ней уже рассказывала в общем видео. И сегодня я им воздам хвалу. И это будет последнее слово об этой палетке, потому что Catrice сняла в Германии ее с производства. Ее больше не производят в Германии. И однозначно я вам сразу скажу, что если у вас еще в магазинах она продается, обязательно купите ее. Или короче я вам ее рекомендую купить, потому что те цвета, которые предлагает вот эта палетка Absolute Bright, им подобных нет ни в одной из палеток, которые я себе приобрела. То есть она... Те оттенки и качества, которые эти тени предлагают, не предлагает ни одна палетка из тех, которые у меня есть. Итак, что бы я хотела рассказать вам об этой палетке? Первое, что я хочу вам рассказать, это маленькую историю. У меня сейчас на самом деле две палетки Absolute Bright, потому что вот эта вот старая моя. И когда я узнала, что ее снимают с производства, я тут же пошла в магазин, я увидела распродажу. У меня даже есть об этом видео. И я сразу купила себе одну палетку. И подумав несколько дней, я зашла опять в магазин. В другой, то есть в Дэйме уже не было. Их раскупили сразу, потому что цена была... Ее ценовая категория 4. То есть все палетки у Catrice вот из этой серии, они стоят 4,95 или 99. Короче, около 5 евро. И перед тем, как ее, чтобы вообще весь товар сбыть, они ее на 50% скинули. Она стоила 2,45, если не ошибаюсь. 2,45 или 2,25. Короче, очень такую смешную цену. Ее сразу разобрали в магазине Дэйм. Я потом подумала еще и пошла купила себе еще одну палетку в магазин Rossmann. То есть у меня еще где-то третья палетка лежит. Так, у меня сейчас три палетки Absolute Bright. Скажу вам честно, что я не сразу раскусила эту палетку. То есть я... Она у меня была... Какой же она у меня была? Третьей палеткой от Catrice. То есть сначала я купила Absolute Nude, потом... Нет, я купила Absolute Nude, потом ее Absolute Bright, потом Absolute Matte и Absolute Rose. То есть она у меня вторая палетка. И я сначала не знала, как ее вообще использовать. То есть если использовать ее полностью, наносить на все века, то выглядит это немножечко, как сова, чуть-чуть. Но в принципе это красиво. То есть я... Было такое дело, что я наносила, но чаще всего я использую эту палетку как часть от целого макияжа. И безумно схожу я с ума от некоторых теней. И это вот эти тени, вот эти вот беленькие тени, хайлайтер, они осветляют просто шикарно. Ни одни тени у меня так не осветляют, как вот эти вот. Одни только жидкий хайлайтер. Жидкий такой хайлайтер. Он немножечко, если его несколько раз наносить, вот он так же наносится. Этот же наносится вообще идеально, шикарно. Как вы видите, вот немножечко нанести на уголки глаз, внутренние уголки, под бровями, и глаза просто начинают светиться. Все остальные также можно наносить, осветлять и вот этим вот желтовато-жемчужным. Он тоже очень красивый цвет. Вот этот, ну, он более такой розовый. И вот эти все остальные, я бы сказала, что они больше для среднего века. Или им можно очень хорошо растушевывать более темные. Более темные тени. Для среднего века я возьму вот этот вот светлый оттенок. И оттеню немножечко серым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И вот эта палетка, которая придает разные акценты. Она здорово растушевывает более темные тени. Она может создать вам контраст, если вы хотите. То есть вот эту палетку я оценила исключительно со временем. То есть я не знаю, сколько уже прошло. Наверное, около года. С тех пор, как она у меня есть. И только сейчас, когда ее решили снять с продажи, я кинулась быстренько закупать еще. Так что эту палеточку я вам очень рекомендую. Как я уже рассказывала в другом видео, единственный ее недостаток этой палетки, то, что они крошатся. То есть обращайте внимание, как вы набираете, какой кисточкой вы набираете продукт. И она, в принципе, сейчас я ее почистила. Так она всегда вот в этих крошках. Но скажу в ее защиту, то, что есть у меня тени, те, которые крошатся темные на глазах уже. Хоть ты их отрехиваешь, кисточку наносишь, и у тебя все равно под глазами потом скапливаются эти тени. У этих теней не так. То есть они крошатся исключительно вот в этой вот своей палеточке. А на глаза, когда вы их на веки наносите, ничего уже не падает. По крайней мере у меня. Вот. Поэтому это ее, скажем так, единственный недостаток. Мне очень жаль, что эта палетка вышла с производства. Просто потому, что нужно понять, как ее использовать. Нужно приноровить ее к своему, скажем так, характеру. И нужно время, чтобы научиться ею пользоваться. И, скорее всего, просто другие покупатели не особо оценили, насколько она классная, эта палетка. И больше она в Германии не продается. Может быть, ее можно будет где-то в интернете найти, через Амазон и так далее. Но у нас ее нет. Вместо нее, я, кажется, уже говорила, что вышла палетка Absolute Chocolate Nude. Называется эта палетка. И я совсем не в восторге от нее. То есть я не поняла, зачем ее выпустили. Вот. Так что я очень-очень довольна этой палеткой. Я ее рекомендую. И если у вас она еще продается, то я вам советую ее попробовать. Всего хорошего вам. До свидания.